Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы поговорим об утренних привычках, соблюдая которые вы сможете изменить свою жизнь. Что ж, поехали! Итак, самое первое, что я делаю после пробуждения, это пью стакан воды, что я вам советую. Это помогает организму подготовиться к первому приему пищи, то есть завтраку, и не обезвоживаться за день. Медитация. Эту привычку я освоила совсем недавно, но она помогает мне во многом. С ней я могу концентрироваться на последующей работе, она также развивает интуицию. Можете поподробнее посмотреть информацию про медитацию в интернете. Я просто включаю рандомное видео или урок, закрываю глаза, думаю, настраиваюсь на работу и слежу за своим дыханием. После этого я открываю окно в своей комнате и проветриваю ее, ведь как показывает исследование, если этого не делать, то превышение углекислого газа будет содержать 20 раз. Вы только представьте себе, так что внедрите себе эту привычку, это очень полезно. Следующая привычка это ухаживайтесь за своим лицом с помощью разных гелей, умывалок и тому подобное. Я думаю, уже у каждого есть свои проверенные средства. У меня это гель для умывания и скраб для лица от Невея. Я считаю, планирование это одна из самых важных привычек для утра, потому что только так у вас создается полное впечатление о предстоящем дне, планы, которые вам нужно сделать, чтобы ничего не забыть, а также все у вас расписано и как бы стоит по полочкам. Одна из также немаловажных привычек это чтение. Сейчас у многих каникулы и нет какой-то мозговой деятельности, нагрузки, поэтому все, что вам нужно сделать, это хотя бы час посидеть за любимой книгой. Поверьте, если это любимая литература, то это будете сделать очень легко. Следующая привычка, которую я вам советую проявить себе, это читать или смотреть новости, кому как удобно. Я думаю, сейчас в связи с коронавирусом это очень важно. Понимать, что происходит в мире, в стране, в твоем городе, в твоей области. Сколько зараженных за ночь, сколько зараженных за вчерашний день и делать для себя какие-то выводы. Следующая привычка поможет в особенности тем, у кого проблемы со зрением, как у меня. На протяжении 5 минут просто поделайте 2 упражнения, всего лишь 2 упражнения для глаз. Первое упражнение, возьмите карандаш, маркер, фломастер, ручку, что угодно и попередвигайте ее. При этом ваше положение головы должно оставаться на месте, то есть ее нужно не поворачивать. Следите внимательно глазами за этим маркером. А второе упражнение, передвиньте его поближе к себе. Смотрите, сконцентрировано на дальнюю точку, а затем резко переключитесь на ближний объект. В моем случае это тот же маркер. 5 минут, это не так долго, но это вам поможет. Утром у каждого человека большая продуктивность, самый пик продуктивности, поэтому нужно ее как-то использовать. Именно поэтому я начинаю сложную, неприятную, или вот как в данном видео, большую громоздкую работу, чтобы к вечеру сделать все самые легкие дела. И последняя привычка на сегодня это мотивируйте себя утром на весь последующий день. Для меня сейчас мотивация и поддержка это основное, что мне необходимо. Их я ищу в друзьях, цитатах, родственниках и в видео. Их вы можете искать в разных картинках, фильмах, сериалах, возможно, каких-то песнях. Для меня цитаты это что-то, что я осмысливаю несколько раз. Поэтому обязательно мотивируйте себя и верьте в себя. У вас все получится. На этом было все. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, так как это меня мотивирует на выход следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok